Евангелие от Луки Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившихся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Так же Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей по свидетельству им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести в него в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших. Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказань, встань и ходи, но чтоб вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас стал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Богу. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Субтитры подогнал «Симон» После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левии в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его, зачем вы едете и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Присем сказал им притчу. Никто не представляет заплаток в ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет. И к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Субтитры создавал DimaTorzok